здорово что мы вышли после португалибна что макао это по сути бывшая португальская колония так что мы как бы продолжаем португальское наследие так так или иначе это марк меня за его джеков и сегодня мы представляем барби дарико расположены макао и первый вопрос кто знает вообще где макао находится и мы по сути в китае находимся и скажем вам пару фактов об этой прекрасной стране это особый регион китае это колония португальская бывшая у нас там две культуры совместились в одной и португальская и китайская макао это единственное место где и макао это место где появилась кухня fusion точно также и бара у нас испытывают как влияние португалии так и китай это такой лас-вегас китайский многие люди из континентального китая приезжают туда играть в азартные игры но что это единственное место где разрешены казино и в прошлом году макао в шесть раз больше денег заработала чем в лас-вегас сша так что деньги там дурные совершенно и мы находимся в отеле куда люди приходят выпить баре у нас во всего в макао 30 мишеновских ресторанов и в общем очень крутое место и так что нам было сложно во первых мы расположены с одной стороны в небольшом городе и там основное внимание уделяется казино и кроме того мы расположены неподалеку от гонконга нам еще и конкурировать приходится с гонконгом и недавно мы начали создавать концептуальное меню и это было в том числе часть нашей программы мы стали делать такие тематические меню развивая региональную барную сцену и сотрудничая с другими барменами и шефами за пределами макао потому что мы полагаем что если мы сотрудничаем с другими организациями за пределами макао мы можем помочь развивать культуру макао людям будет нравиться например в первом меню вот маленькое видео первое меню которое мы сделали при запуске запустите видео а и и и и Продолжение следует... Как видите, я тогда был еще молодо и прекрасен. Итак, первое меню у нас было направлено на легенды. Мы стали свою бардную программу называть искусство, миксология. И мы собрали 11 разных легенд из разных азиатских стран и португалии, потому что мы уважаем португальское свое наследие. Это было уникальное меню на тот момент и для Гонконга, и для Макао. Потому что, во-первых, мы сотрудничали еще с ассоциацией иллюстраторов, которые нарисовали нам иллюстрации по мотивам легенды. И кроме того, мы вместо того, чтобы писать полное описание ингредиентов, решили скрыть. Почему скрыть описание коктейля? Чтобы сохранить чуть-чуть дух такого первооткрывательства, дух исследования, чтобы люди смотрели больше на картинки и легенды, а не просто думали о напитке. Далее, для каждого пункта в меню мы создали моктейл, то есть неалкогольный коктейль. Немножко поясняя, я хочу сказать, что в Китае есть большая культура распития безалкогольных напитков, и мы, соответственно, не хотели людей, которые не пьют, отваживать от нашего бара. Мы хотели, чтобы они тоже приходили с другими и могли разделить этот опыт. Поэтому здесь вы видите вот страничку из меню, немножко, есть чуть-чуть описание коктейля, видно картинку и видно легенду. Вот так, например, выглядят напитки, которые мы делаем. И мы старались в презентации напитков тоже передать дух этой легенды. В декабре 2018 года мы запустили это меню, собрали 11 легенд, и это связано в том числе с знаменитыми веерами. Там есть как бы 11 спиц, и в общем, 11 это священное своего рода число, поэтому мы его и использовали. И у нас в баре висят, собственно, оригиналы этих картин, и все могли их увидеть и приобрести, и деньги, полученные от продажи этих картин, шли бы на благотворительные цели. И теперь мы создали искусство миксологии Том-2. Мы здесь собрали 11 разных фильмов режиссеров из Макао, только из Макао. И теперь, конечно, чуть-чуть все по-другому. Тут в основном артхаусное кино, мы назвали это меню «Синематека». Почему «Синематека»? Потому что мы стали сотрудничать с артхаусным кинотеатром, и мы стараемся сейчас сотрудничать с кинопроизводителями, режиссерами, и часть прибыли от продаж пойдет тоже в ассоциацию барманов Макао, как наш взнос для сотрудничества. Здесь вы видите трейлер нашего нового меню второго тома искусственной миксологии. Ну да, как Джейкеб сказал, у нас отличная барная программа, и кроме того, у нас есть еще парочка крутых фишек. Есть наши барные истории. Если можно, передайте книгу, покажите. Мы сейчас раздадим книгу, вы увидите, о чем это. Мы каждый месяц приглашаем лучших барменов, из лучших мировых баров, три дня поработать с нами. Они приезжают, живут в нашем отеле, и у нас уже 46 разных баров было представлено. Более 60 баров приезжали на такие гостевые смены. Ребята вот как раз из Лё Синдикат, из Ред Фрог приезжали. И в октябре тоже будет пара мероприятий, будет там Агриоли и Сосовой Американ Бар. Мы делаем фотки с гостями, гости там записывают свои отзывы. Кроме того, мы приглашаем шефа. У нас там есть ресторан, вида Рика Ресторан, и приглашаем шефов, барменов. И мы выстроили ресторан в ресторане, с открытой кухней, где люди могут смотреть и наслаждаться тем, как работают шефы. Вот пара мероприятий. Это было давно. У нас мы пригласили 5 разных баров, чтобы они поработали одновременно из разных стран, азиатских, Таиланд, Малайзии и другие. Вот небольшое видео про наш поп-ап. Продолжение следует... Как видите, у нас очень разнообразная программа. Мы работаем вместе с рестораном, и мы, собственно, внесем в Макао миксологию. И недавно мы стали получать... Плоды трудов наших нас стали отмечать премиями. Мы получили Forbes 5 звезд. За рестораны-бар это очень важная для нас премия. Для отеля вообще. Получили лучший отельный бар Макао 2019 года, лучший бармен Макао 2019 года от Bar Awards. И также мы входим в десятку как один из лучших отельных пар в Азии. Так что, если приедете в Гонконг или Макао, заходите в гости и поделитесь с нами вашими легендами. И спасибо.